Всем привет! С вами Tutorial Online и Никита. И сегодня мы проведем ликвидацию безгработности по теме вектора. Векторная величина зависит от точки приложения, направления и модуля, то есть ее значения. Вот все эти пункты. Скалярная величина – это та, которая имеет модуль, но не имеет хотя бы одного из этих двух. Либо точки приложения, либо направления. Кстати, модуль векторной величины тоже является скалярный. К этому мы еще вернемся. Очень часто многие школьники делают ошибки и не понимают, где конкретно векторная величина, а где конкретно скалярная. Очевидно, что к векторным величинам относятся все величины вроде силы, скорости, ускорения, вектора перемещения и так далее. Но есть величины, которые не совсем очевидны. К примеру, ток. Ток, казалось бы, имеет направление, согласитесь, он течет в каком-то направлении. Он также имеет свое значение. То есть у нас есть 2 А, 3 А, но нельзя сказать, где точно ток приложен. То есть отсюда следует вывод, что ток не является векторной величиной. Запомните это в важный момент. Едем дальше. Давление. По закону Паскаля давление передается во все точки без изменения. Что же касается давления, у него есть значение. Несколько Паскалей, например. У него есть точка приложения, но мы не знаем его направления. По закону Паскаля давление передается равномерно во все точки без изменения. Что это значит? Это значит, что давление в какой-то точке нельзя характеризовать каким-то направлением. Это величина, которая направление не имеет. С другой стороны, сила давления однозначно имеет точку приложения, направление и модуль. По той причине, что это сила. А как мы уже говорили, сила однозначно векторная величина. Здесь пример. Сила давления имеет вектор, и она направлена вниз, потому что вода давит вниз. И луч света. Он однозначно имеет направление. В этом вопросов не возникает. Однако, что делать с модулем и что делать с точки приложения? Тут уже возникают вопросы. Отсюда напрашивается, что луч света не является векторной величиной. Более того, он еще и скалярный не является, потому что модуля у него тоже нет. Отсюда сделаем важное замечание. И ток, и давление не являются векторными величинами. Они скалярные, а луч света вообще просто какой-то объект. Запомните один важный момент, чтобы точно наверняка не запутаться. Если в школе вы рисуете стрелочку над какой-то величиной, то это вектор. Если иногда вы ее не рисуете, то это не значит, что это уже не вектор. Например, если мы рассматриваем скорость в формуле кинетической энергии, то она идет в квадрате. Скорость вообще сама по себе это вектор. Но, тем не менее, в этом случае мы не рассматриваем ее направление. Оно нам не важно. Кинетическая энергия не зависит от направления скорости. Она зависит только от ее истинного значения. Поэтому в данном случае это вектором не является. Итак, у нас есть вектор А, В и С. Вопрос такой. Какой из них больше? Здесь будет опросник. Можете проголосовать. Я подожду пару секунд. А теперь я вас разочарую. Правильного ответа там нет. Почему? Потому что вектора сравнивать между собой, какой больше, какой меньше, категорически нельзя. Потому что вектора сравниваются с собой только в проекциях на оси. Либо по модулю. По модулю вы можете быть правы, указав, что это вектор С. Но если я нарисую оси, то я могу нарисовать их так, чтобы ваш любой ответ был неверным. Например, я могу нарисовать ось Х. Вот таким вот образом. Тогда получается вектор А имеет максимальное значение. Вектор В примерно такой же, как я. Даже может быть чуть больше. А вектор С вообще 0. Хотя казалось бы, по длине он больше. Я могу нарисовать направление оси вот так. И тогда ваше предположение будет верным, что вектор А самый маленький, вектор С самый большой. И как угодно мы можем их рисовать. Мы свободные люди в свободной стране. Можем рисовать вектора и, соответственно, оси, на которые мы их проецируем, как хотим. С векторами можно делать различные математические операции. Например, можно их складывать или вычитать. В данном случае прибавим к вектору А вектор Б. Как это сделать? У нас есть какой-то вектор А, есть вектор Б. Есть два способа сложения векторов. Можно предложить в большее, но это уже высшая математика. Мы еще не рассматривать не будем. У нас все-таки ликвидация безграмотности, а не курс высшей математики. Итак, чтобы их сложить, можно сделать параллельный перенос вектора. Он работает только для сложения. То есть мы переносим этот вектор сюда. То есть по направлению он сохраняется. По модулю он тоже сохраняется. И сложить их дальше по правилу параллелограмма. То есть достроить из этих двух отрезков параллелограмм. Диагональ будет результирующим вектором. Пусть это будет вектор С. Как вычитать вектор из вектора? Все очень просто. Если вы замените вектор B на вектор минус B. По сути дела это тот же самый вектор, только повернутый задом наперед. То есть по сути у вас получится вектор A. И вектор B направлен в другую сторону. Дальнейшие же действия с ними те же самые. Вектора также можно умножать на числа. Допустим 2B, 3B. Таким образом он просто будет удлиняться в 2 раза, в 3 и так далее. Также вектора можно умножать. Есть векторное произведение, есть скалярное. Скалярное произведение обозначается вот такой вот точечкой. Что мы получаем? Если мы умножаем вектор A на B, мы получаем A, B, то есть их модули, на косинус угла между ними. Это очень важный момент. Особенно если вспомнить формулу для работы. Работа равна. Она равна силе, умноженной на перемещение. И по сути дела в векторном виде все правильно. А вот в виде скаляров тут обязательно должен быть косинус. Это логично, потому что если сила действует перпендикулярно радиусу, у нас никакой работы она не совершает. Могу подтвердить свои слова тем, что когда у нас тело вращается по окружности, сила натяжения нити направлена перпендикулярно радиусу. Если бы у нас они были хотя бы чуть-чуть сонаправлены, то у нас был бы вечный двигатель. Потому что работа бы накручивалась и накручивалась и накручивалась. И если мы умножим вектор A на самого себя, например, то мы получим его же в квадрате. Да, важно заметить, что скалярное произведение всегда дает число. Только число и ничего другого. Единственное, что там могут быть единицы измерения, но это не будет векторной величиной. Это будет однозначно скаляра. В подтверждение своим словам могу привести формулу кинетической энергии. Как я уже говорил, у нас есть V на V, они умножаются сами на себя и получаем M в квадрате пополам. То есть эта величина не зависит от направления. Вот такие пироги. Есть еще более сложное умножение векторов, называющееся векторным. Извините за эту футологию, но такая терминология. Как это работает? У нас есть вектор А, и мы его крестиком, то есть это векторное произведение, умножаем на вектор B. Что мы получаем? Если у нас был какой-то вектор А, мы его умножаем на вектор B. То результирующий вектор С, в данном случае уже получается вектор, а не скаляр, будет перпендикулярен и вектору А, и вектору B. Как это выглядит? Получается, что он будет направлен либо вверх, либо вниз. Представим, что он лежит в плоскости, для удобства картины. Это будет X, это будет Y, это будет Z. И результирующий вектор будет направлен либо вниз, либо вверх. Как это определить? Тут достаточно не очень простое правило, но его можно запомнить. Если у нас кратчайший поворот от первого вектора в произведении ко второму, совершается по часовой стрелке, то направлено вниз. Как это выглядит? Мы берем вектор А, он стоит первым, и крутим его к вектору B. Вот сюда. То есть мы его крутим. И дальше у нас есть правило Буравчика. Если мы его крутим, то мы крутим его сюда, значит винт направлен вниз, и результирующий будет направлен сюда. Фактически это коротко о том, как решать задачи по электричеству, магнетизму, электродинамике в 10-11 классах. Чему равен модуль вектора С? Мы уже определились с направлением, если А и B лежат в плоскости XY, то С будет направлен по Z, либо вверх, либо вниз. Только так, потому что он должен быть перпендикулярен и А, и Б. По модулю он же равен, получается, будет модулю А на модулю Б, на синус угла между ними. То есть, если там был скалярное произведение косинус, то здесь в векторном синус. И вектор С перпендикулярен сразу и А, и Б. Что ж, в принципе, из основной алгебры все. Итак, друзья, надеюсь, сегодня у вас не останется вопросов на тему, что такое вектор, куда он направлен, почему, чему он равен, и так далее, и так далее. С вами был Никита и Тютер Онлайн. Спасибо за внимание. До новых встреч.